Приветствую вас! И в любой профессии человек начинает с нуля достигать определенных высот, определенных вершин и переходить от простых действий к более сложным действиям, к более направленным, к более высокоинтеллектуальным. И нет ничего удивительного, что на определенном этапе вы достигли своего предела, когда хватало тех затрат, которые вы ранее использовали для достижения своих целей. И сейчас, на данный момент, если у вас что-то не получается, это означает, что цель более сложная, чем была ранее, и привычные способы решения этой задачи, этой цели, да, уже не помогают. Если что-то не получается, ну, например, надо посмотреть, почему не получается. В чем кроется причина? Допустим, вы не можете, раз вы преподаватель, вы не можете, допустим, ну, что-то объяснить другому человеку, да, чем-то научить его. Думаю, по общему правилу, по общему правилу, первое, на что стоит обратить внимание, это то, а понимаете ли вы сами то, о чем вы говорите. Потому что, ну, никого не научишь тому, чего не понимаешь сам. И, возможно, стоит вам самостоятельно изучить то, что вы преподаете тогда. Если у вас проблема другого характера, вы не можете, допустим, как-то завлечь учащихся, то тогда необходимо проработать ораторское мастерство, то есть научиться более грамотно строить свою речь, более активно взаимодействовать с другими людьми, то есть вот с теми, кому вы преподаете. Вам можно добавить больше интерактива, то есть так, чтобы была заинтересованность. Дальше. Если вам по какой-то причине где-то как-то не хватает терпения, не хватает усидчивости, не хватает внимательности и так далее, то вот здесь уже вопрос скроется в том, а действительно ли вам эта работа нравится. То есть и внимательность, и усидчивость, и терпение приемлены и наиболее полно раскрываются тогда, когда человек самостоятельно стремится к тому, что он делает. То есть вот кому-то нравится определенная профессия, человек готов выдержать любые испытания для того, чтобы ей заниматься. Соответственно, нужно себе ответить, готовы ли вы на это, и если нет, то тогда да. Тогда можно задать себе вопрос, а правильно ли вы сделали выбор. То есть только в этом случае. Для начала нужно более конкретно, более подробно разобрать, а что же, собственно, у вас не получается и почему. Когда будет понятно, в какой области, в какой сфере лежит то, что вам не дается, тогда будет более ясно, в каком направлении двигаться, чтобы это исправить, и можно ли это исправить вообще. Допустим, вы хотели изначально преподавать, да, вот вы пишите, что вы частный преподаватель, означает, что вы работаете, наверное, не со многими людьми, да, а с одними или несколькими. И вы хотели изначально так делать. Но, когда вы столкнулись с этой графицией непосредственно, вы выяснили, что есть определенные негативные обстоятельства, которые являются для вас слишком значимыми, которые не дают вам получать удовольствие от работы. И вы знаете, что вы не смиритесь. Вы знаете, что эти раздражающие обстоятельства никуда не уйдут, они будут с вами, потому что такова специфика работы. Да, как, например, специфика, например, строителей, да, постоянно, там, иметь риск травмы. Ну, если там кто-то упадет, да, или сломается, так и так далее. Жек, он целенаправленно идет на этот риск, потому что понимает, что, ну, как бы, это неизбежная плата за ту профессию, которую вот он выбрал. И так и везде. За любую профессию требуется определенное, ну, определенное что-то отдавать. Так и здесь. Вы, вам требуется тоже что-то отдавать, чем жертвовать. За то, что вы делаете. И вопрос в том, готовы ли вы на это. Если нет, то, соответственно, и заниматься этой профессией не стоит. А если раздражающее обстоятельство не общее, а именно конкретное, привязанное либо к вам, либо к обучающимся, то это нужно разбирать уже более конкретно и понимать о всем, собственно, делом. Потому что в общих чертах, я думаю, я вам все достаточно подробно описал. С другой стороны, если какие-то вопросы будут, обращайтесь, попробуем решить. Далее. Вы спрашиваете, при оценке успешности в какой степени стоит учитывать внешнее обстоятельство? Ну, вообще говоря, внешнее обстоятельство это что? Это их стечение. Например, вы можете быть хорошим преподавателем, профессиональным, грамотным, эрудированным, но если ребенок или обучающий не хочет учиться тому, к чему вы пришли его обучать, если у него нет желания, то вы никак его не доставите. И если те, кто вас навел, считают, что вы придете и сразу всему научите волшебным образом, то это тоже неправильно. И когда эти люди говорят, что вы недостаточно профессиональны только потому, что вы не оправдали их надежд, это, безусловно, внешнее обстоятельство. И эти внешние обстоятельства никак, никак не отражают вашу успехность. А, пожалуй, даже наоборот. Потому что любое обучение есть усилие, любое обучение есть повторение, это терпение, это усидчивость, это четкое понимание, для чего ты это делаешь. И если ни человек, который учится, ни люди, которые наняли вас, не хотят понимать важность этого процесса, то вы объяснить не сможете. И здесь, в этом случае, в этой ситуации, учитывать внешнее обстоятельство никак нельзя. На первый план всегда выходит обстоятельство внутреннее. То есть, насколько вы выложились, насколько вы профессионально и обстоятельно подошли к процессу, насколько вы вкладывались в достижение успеха. Вот, что главное. Если вы излагаете материал, излагаете его четко, доступно, лаконично, а обучающийся в этот момент сидит и отвлекается, то, естественно, вы ничего с этим поделать не можете. Никак. И, конечно же, я думаю, педагогика включает также еще и взаимодействие с обучающимися, но взаимодействуя до определенного уровня. То есть, можно найти подход к человеку, подход к обучающемуся в том случае, если у него есть специфика восприятия. То есть, допустим, что-то он воспринимает плохо, а что-то нет. И дать ему средства для изучения. Да, это педагогик. А если человек в принципе не хочет учиться, то здесь вы ничего поделать, к сожалению, не можете. И учитывать внешнее обстоятельство нужно с учетом того, насколько вы могли это изменить, насколько вы могли на них повлиять. Если не могли, то и учитывать их не нужно. А если не могли, то, соответственно, вопрос, а почему не повлияли? И вот тогда уже вам будет более ясна, ясна картина того, насколько вы успешны. Кроме того, значит, оценка успешности производится не вами, а другими людьми. Вы никак не можете провести оценку своей же собственной успешности, потому что не являетесь объективной в этом вопросе и склонны всегда себя оправдать. Это абсолютно нормальная реакция, не нужно думать, что это что-то плохое, но тем не менее оценку успешности дают другие люди. Либо специально комиссия, либо собственно те, с кем вы работаете. И здесь необходимо четко понимать, что эти люди смотрят на результат деятельности. То есть вот они говорят, допустим, мой ребенок не научился за определенный период тому-то, тому-то, тому-то. если родители осознающие себя, они будут обращать внимание на особенность ребенка. Например, на дождь он учиться не хочет. Например, на дождь он постоянно отвлекается, тянет время и так далее. То есть на дождь ребенок избаловали. И они будут это понимать и делать скидку вам. А если они не понимают этого, тогда, естественно, они будут винить вас. И такая оценка также является объективной. Вообще, говоря про успешность, хочется сказать, что главное, чтобы вы постоянно прогрессировали и развивались в том, что вы делаете. Главное, чтобы вы не стояли на месте в своем собственном развитии, касающемся преподавания людям какого-либо материала. Потому что все люди разные. Если вы частный преподаватель, то вам необходимо каждому обучающемуся подбирать подход. И в зависимости от того, кто эти обучающие, если не лишним, будет изучить соответствующую возрастную психологию. Если это ребенок, то детскую, если по взрослым, то соответствующую психологию взрослую. Если там взрослые, то психологию уже по более старшему возрасту и так далее. Для чего? Чтобы лучше понимать тех, с кем вы работаете. на одной педагогике достаточно сложно, по крайней мере в современном мире, сделать нормальное взаимодействие с людьми. Вот примерно так мы ответим на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные уточнения у вас настали, спрашивайте, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, будь благодарен, если сделаете его лучшим.